Добрый вечер! Добрый вечер! Приветствую вас на весенней конференции 2018 года. Аминь! Тема моей проповеди совершилась. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, я благодарю тебя за твоего Сына Иисуса Христа, который пошел на крест между местами каждого из нас и совершил совершенное искупление. Я благодарю тебя, Игорь, чтобы сейчас через эту проповедь каждый увидел не просто смерть, но смерть, которая была отдана вместо нас и за нас. Я благодарю тебя, Господь, за твое совершенное искупление. И мы благодарю тебя, Господи, чтобы сейчас Дух Святой Твой открывал наши сердца, чтобы каждый увидел и познал совершенную любовь, искупление и милость Небесного Отца. Аминь! Господи, я благодарю тебя и молюсь, и воскрешивайся со Христа. Аминь! Ничего из стих, оттянно, 19 глава, 30 стих. Давайте прочитаем вместе. Начнем. Когда же Иисус кусил уксуса, сказал, совершилось, и преклонив голову, предал Дух. Смерть — это всегда трагическое событие, о котором думает даже страшно. Есть ли какой-нибудь человек в мире, который радуется смерти? Я вам помогу. Никто. Однако только одна смерть, смерть Иисуса, является Евангелием для нас. Аминь! В 18 главе Иисуса арестовали пересвященники. Они мучили его целую ночь. Они, осудив Иисуса, достоин смерти, утром повели его в притобе к Пилату, потому что у Идеев не было права казнить человека. Иисус свидетельствовал Пилату о том, что он царь истины, и его царство не на земле. Иисус сказал ему, «Всякий, кто от истины, слушает глаза моего». Пилат с утра неожиданно беседовал с Иисусом, который является Словом Бога, и задал очень духовный вопрос, что есть истина. И, сказав это, опять вышел к Идеев. И сказал им, «Я никакой длины в нем не нахожу». Он пытался освободить его, говоря, «Есть же у вас обычаи, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли отпущу вам царя иудейского?» Но все закричали, «Не его, но вораву!» Ворава же был разбойник. Пилат взял Иисуса и бил его кнутом. После бичевания вольны возложили венец и стерна окровавленному Иисусу на голову. И одели его в багряницу. Сильные и безжалостные воины продолжали бичевать Иисуса, оскорбляя, «Радуйся, царь иудейский!» Потом Пилат показал им Иисуса, думая, что теперь люди его пожалеют. Однако пересеченники закричали еще громче, «Распни его! Распни его!» Пилат говорит им, «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины!» Пилат боялся, «Не он ли сын Бога?» И опять вошел в приторию и сказал Иисуса, «Откуда ты?» Но Иисус не ответил. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя?» Но Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше, посему боли греха на том, кто предал меня тебе». Пилат не знал, что делать, и вывел вон Иисуса, и сел на судилище, и сказал ей, «Се, царь ваш!» Но они закричали, «Возьми, распни его! Распни его!» Пилат говорит им, «Царя ли вашего распну?» Пересеченники отвечали, «Нет у нас царя, кроме кесаря!» Крик толпы одарил слабый голос совести Пилата, и, наконец, он предал его им на распятие. Пересеченники распяли Иисуса из-за зависти. Когда народ слышал голос Бога от Иисуса, они должны были покаяться своим лицемерий и прийти к истинному пастырю Иисусу. Но они были гордыми. Вместо того, чтобы покаяться, они хотели убрать Иисуса. Зависть — это наша природа. Но наша зависть — это большой грех, который распял Иисуса. Грех Пилата очень серьезен. Когда он узнал, что у Иисуса нет никакой вины, он должен был освободить его немедленно. Однако он спрашивал у людей их мнение. Это большой грех. Пилат — образованный, интеллигентный человек. Он знал правду, но не поступал по правде, а поступал по мнениям других. У него была власть освободить или казнить Иисуса. Но почему он принял решение распятия Иисуса? Это было ради своей политической жизни. Библия судит, что именно он распял Иисуса. Когда верующие читают апостольские силы веры, каждый раз он получает проклятие. Кто Пилат? Один революционный, который жил 2000 лет назад? Не только. Пилат — это мы. Как часто мы поступаем точно так же, как Пилат. И расступаем, и распинаем Иисуса. Смотрите на толпу, которая кричит. Кто они? Когда Иисус после него накормил 5000 людей, питью хлебами и двумя рыбами, они в восторге кричали, «Ура! Он наш царь великий! Осана! Осана!» Но когда они поняли, что Иисус не пришел для их хлеба, они сразу кричали, «Раскни его! Раскни его!» и их грех — это эгоизм. Вы думаете, что эта толпа — это плохие люди, которые жили 2000 лет назад в Идеях? Нет. Толпа — это тоже мы. Эгоизм — это та же природа всех людей. Именно эгоизм — «Моя природа и Твоя» распяли Иисуса. Здесь те, кто распяли Иисуса, первосвященники, Пилат, толпа, воины, они представители всего человечества. То есть мы, я и ты, распяли Иисуса. Взлетим на стихи 17-18. «И неся крест свой, он вышел на место, называемое, на лобное, по-еврейски колгофу. Там распяли его, и с ним дву других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». Распятие — это самая жестокая казнь в истории, которую люди придумали. Можете ли представить себе, какая ужасная боль, когда гвозди пронзают руки и ноги живого человека? Распятый человек медленно умирает от жажды и головной боли. Преоргиозные лидеры, служители, ненавидели Иисуса. Толпа отворачивалась от Иисуса. Пилат, который должен был защищать его, предал его на смерть. Даже ученики, все они оставили Иисуса. Иисус сам взял все наши грехи и был казнен перед Богом. Тогда почему Иисус должен был умереть таким страшным образом? Он безгрешный Сын Бога. Он Бог, который создал мир. Он Слово, которое стало плотью. Поэтому Его смерть — необычная смерть. Она была платой за все грехи всех людей. Распятие Иисуса описано одной фразой. Там распяли Его, и с Ним дву других. Но это самое главное событие в истории человечества. Поэтому Иисус искупил грехи всего человечества. Прошлое, настоящее и будущее. Совершил для нас вечное искупление. Взгляните на стихи 23-24. Прочитаем вместе. Начнем. Войны же, Бога Иисуса Иисуса, встали одежды Его и раздавили на четыре части. Каждому воину по части. Идет он. И он же был не вшитый, а в рейс камни сверху. И так скажем. Возвращаясь друг к другу, не знаю, не забирать его, а бросим на нем жрели. Что означает слово «так поступили воины». Война не интересовала, какая боль у другого человека. Прямо рядом с ними человек умирает, страдает от невыносимой боли. Но они не умеют сочувствовать. Наоборот, они наслаждаются мучением других. Они, смеясь возле кристаллов, бросали жребий, чтобы получить одежду смертника. Думаете, они особо жестокие люди? Нет. Это и наша природа. Человек потерял способность и чувствует другим. Жестокость — это большой грех. Часть вторая совершилась. Прочтем стих 28. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, дозбудется Писание, говорит «жажду». На кресте Иисус сказал «жажду». Это слово показывает нам, что Иисус умирал от жажды. Иисус сказал так для того, чтобы исполнилось слово. В словам 68, 22 стих. «И дали мне пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». В крайнести мучений Иисус исполнил все слово Бога. «Да будет и у нас такая вера». Аминь. Мы иногда даже перед маленькой болью легко оставляем слово Бога и говорим «зачем мне слово Бога нужно, когда моя проблема горит?» Давайте покаемся и будем жить по славу Бога. Аминь. Прочтем стих 30. «Когда же Иисус, зная, что сказал, совершилось, и преклонив глагол, предал дух?» «Совершилось». Это последнее слово Иисуса на кресте, которое стало выводом Его жизни. В этом слове включена вся жизнь Иисуса. «Совершилось». Аминь. Это было победное провозглашение перед Богом, перед человечеством и перед сатаной. Аминь. Во-первых, это возвещение о победе перед Богом, что Он полностью выполнил миссию, данную Отцом. Иисус исполнил все пророчества в Ветхом Завете. В Ветхом Завете около 300 пророчеств о миссии. Иисус выполнил все эти пророчества. Иисус делает отчет своей жизни перед Отцом. «Совершилось». Аминь. «Отец, я принавался тебе до конца». А каким будет наш отчет перед Богом в последний момент жизни? «Совершилось»? Или «Боже, дай мне еще пять минут для покаяния». «Давайте будем жить так, чтобы наш отчет был таким же, как у Иисуса». Аминь. Во-вторых, «совершилось». Это послание к сатане. «Я заплатил за все грехи людей, сатана. Ты уже не имеешь никакой власти над верующими». До сих пор люди были под властью сатаны. Сатана — это дух, который постоянно клепещет на нас перед Богом. Например, ты вчера смотрел грязный фильм, и сейчас славишь Бога? Ужет. Ты недостоин даже приходить к Богу. Если человек соглашается с Ним, «Да, я лжет, я недостойный грешник», то он больше никогда не придет в церковь и к Богу. Но Иисус заплатил за все наши грехи. Поэтому сатана уже не имеет никакой власти над верующим. Аминь. Если мы приходим к Господу с покаянием, то Господь в своей крови омывает и восстанавливает нас. Аминь. Если человек постоянно унылый, боится или гневается, и ходит с темным лицом, это не проблема характера. Это он получает клевету от сатаны. Что такое клевета? Клевета — это сатана напоминает нам о грехах, а не правдах, саденых с детства, и постоянно клевещет на нас. Кто может преодолеть клевету сатаны? Никто. Но только те, кто слышат голос Иисуса с креста «Совершилось», могут победить власть сатаны. Аминь. Сатана и сейчас клевещет над верующими перед Богом. «Боже, судите грешников за их грехи. Пожалуйста, погуби их». Но Иисус сказал «Совершилось». Иисус закрыл рот сатаны. Сатана, все совершилось. Все грехи искуплены. Ты уже проиграл. Аминь. И в-третьих, слово «совершилось» открывает нам, что это не смерть человека. Бог не посылал пророка или еще кого-нибудь на крест. Сам Бог сделал однажды совершенное искупление. Аминь. Только Бог может сказать «Совершилось». Аминь. Нам надо помнить, кто умер за меня на кресте. Если сам Бог заплатил за меня, то мне никогда не нужно сомневаться о своем спасении. Аминь. Любой крестник может быть уверен в спасении в Иисусе. Аминь. Нам не надо зарабатывать праведность перед Богом. Мы верою должны принять совершенное искупление. Аминь. Меня зовут Артем. Я родился в 1995 году в селе Дмитровка, Одесская область. В полноценной семье. Папа часто выпивал, из-за чего были постоянные ссоры. Иногда поднимал на мою руку и на меня, из-за чего я начал заикаться. Я любил смотреть на небо и мечтал там оказаться. У меня была мечта изменить этот мир. Я помню, с детства, в детстве, в эпохоте, начал управлять мной. Я гулял с девушками, с девушками и совершал много стыдных дел. В 2012 году я поступил в Академию Холода. Но в общежитии я нашел только сигалеты, траву, наркотики, шумные компании и всякую грязь. Чем больше я старался искать Бога, тем сильнее сатана препятствовал. Даже один человек с Сулиза сказал, что он полностью изучил Библию и сказал, что Бога нет. А я, наоборот, еще больше хотел изучить Библию. Придя в общежитие, я начал сам ее изучать. И в то время меня пригласили в Библию. Я начал изучать Библию с пастырем. Получил огромную милость, но я еще не видел, какой я ужасный грешник. Я не учился по виновению и смирению. Я часто поступал по-своему и думал, что это нормально. Я часто отдавал себя искушением греха похоти. Я своей гордостью и похотью плоти плаценно распинал Иисуса. Через это слово я увидел Сына Божьего, распятого на кресте за меня. И услышал Его голос. Совершилось! Он мне даровал спасение и освобождение от всех моих грехов. Бог очень сильно начал работать в моей жизни. Он проводит меня через пустыню, чтобы научить меня слышать только Его голос. Мне было нелегко отдать все и полностью довериться Ему. Но Господь дал мне истинный путь, полный любви, радости и мира. Теперь я знаю, кто я и куда иду. Единственный путь в моей жизни теперь только Иисус Христос. Аминь! Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. Живет во мне Иисус, нет уже пути назад. Аминь! Отказываюсь от всего, что не славит Его. Я буду отдавать себя Господом Ему для спасения многих до тех пор, пока Он не придет забрать своих. Аминь! Любимые братья и сестры, как я могу быть уверен в своем спасении? Не человек, а сам Иисус заплатил за меня на кресте. Аминь! Я не достоин, чтобы Бог заплатил за меня такую большую цену. Но по великой благодати Господь сказал мне, совершилось! Аминь! Теперь я свободен от власти греха и смерти. Я больше ничего общего с Сатаной не имею. Раньше Он был моим хозяином, но Иисус на кресте заплатил за меня. Поэтому теперь мой новый хозяин – Господь Иисус. Аминь! Благословляю, чтобы каждый из нас сейчас услышал голос Господа, совершилось! Аминь! Имел истинную свободу и новую жизнь в Иисусе Христе. Аминь! 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 Молю, чтобы Твое Царство, Господь, приходило и распространялось везде, Господь. Аминь! Я благодарю Тебя за Слово с Креста, Господь, совершилось! Оно было выплачено дорогой ценой, Господь. Умги нам помнят всегда о том, что Ты сделал и стоять твердо веру, Господь, на этом слове. Аминь! Я благодарю Тебя за всех участников, молю, чтобы они открывали и имели личную встречу с Иисусом Христом. Аминь! Я благодарю Тебя за все и молюсь всем воскрешившего Иисуса Христа. Аминь! Аминь! Спасибо.